Всем привет! Вы на канале Счастливая Орхидея. Меня зовут Ольга. И сегодня я хочу представить обзор орхидеи из магазина Globus, город Климовск, Московская область. Мы, честно скажу, не избалованы пилориками, бабочками и прочими мутантами красивыми. Поэтому, на мой взгляд, вот этот завоз очень даже удачный. Причем это второй раз, когда есть на что посмотреть. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Те орхидеи, которые я узнала, буду подписывать или называть их имена. Но также покажу, что купила я. Я впервые вижу здесь, учитывая еще и магазин Leroy, который рядом, каменную розу. На два цветоноса она здесь одна. Я вот раздумываю, взять ее или нет. Сейчас буду уточнять цену. Какие-то орхидеи здесь по 699 рублей. А какие-то по 1000, и там даже есть 1300. Также меня сразу привлек вот такой красивый Big Leap. Я буквально месяц назад купила такой же на складе GMP, когда у них была акция все орхидеи по 200 рублей. У него был один цветочек и совершенно не было корней. Он у меня стоит на наращивании. И вот тоже так и хочется взять второй экземпляр, продублировать, потому что уж больно он хорош. Кто-то не любит венозные орхидеи, но согласитесь, этот прекрасен. Цвет передается практически идеально. Сейчас из пакета чуть вытащу. Называется он Royal Smile Королевская Улыбка. Пропечатан был на горшке в GMP. И посмотрите, какой красавчик. Ой, волшебный. Он не темный, а вот именно такой яркий, слегка неоновый. Волшебная губа у него. Крабушки. Необыкновенная колонка. Ну хорош, прям не могу. Действительно, как вот улыбка такого молодого короля. Задорная улыбка. Фаленопсис. Амбиенс. Какой-то первый раз такое вижу. Вот такой красотун. Прям завидую, кому достанется. У меня просто места нет. Я бы, конечно, продублировала. Все-таки тут неизвестно. Наращу корни, не наращу. Этого бедлибчика тоже 1099 рублей. Также он на два цветоноса. И вот такая красотка. Я, к сожалению, ее не распознала. Очень красивый оттенок розовый. У него, посмотрите, какие красивые крабушки. Колонка волшебная, неоновая. Очень красивый. С одним цветоносом. Поэтому цена его 699 рублей. Ой, вот эта орхидейка просто космос. Нижнятинка. Смотрите, какая красавица. Глазам своим не верю. Эту орхидею я хотела купить 31 декабря. Она с прошлого завоза здесь. Ее никто не купил. Конечно, и по-хорошему бы еще уценить. Она такая необыкновенная. Посмотрите, вот переход с бортового на белый. Мелким крабом. Она волшебная, эта орхидейка. Мне она не понравилась тем еще в прошлый раз, что у нее очень мало листиков. Видите, какая проблемная здесь достаточно. шея. И здесь какое-то существо летало. Хотя корни-то у нее неплохие. Ну все, что делать? Я не знаю. Муж мне не разрешит взять столько орхидей. А я их все хочу. Здесь, наверное, на 5000. Я впервые вижу такую орхидею на привозе. Впервые. Один раз где-то в интернете мне попалось в предложениях о продаже. Несколько экземпляров по 699 рублей. Ну, подпишу название, думаю, я посмотрю уже поточнее. Вот их несколько вот таких красоток. Вот такая. Корни прям волшебные. Смотрите, какие толстые корни. Так, рядышком вот такая крапушка. Ой, вот их так много разновидностей. Я не знаю их названий. Честно скажу. Так, вот такая красота рядом тоже с крапушками на нижней кубе. Вот вроде бы розовая обычная. Но вот этот крап, посмотрите, ну волшебный. Вот опять она полосатая красавица. Тоже очень мне хочется этот сорт в коллекцию заполучить. Но я его очень часто встречаю. И, ну так бывает, когда часто попадается, то думаешь, ну ладно, в следующий раз, в следующий. Все-таки хочется всегда купить то, что редкое. Очень красивая орхидейка. Так вот профессионалы подскажут, это Solid Gold или нет. Вот такой с прожилками. Видела здесь 31 декабря в продаже другую желтую с квадратной формой цветов. Но она все-таки точно не Solid Gold и не Мерафлора. И я ее не взяла. Ну там свои проблемы были. Вот так жалею, но ее, конечно, нет уже, раскупили. Вот для сравнения с Мерафлорой рядышком. Сейчас поставлю. Ну и, конечно, разница явно есть. И по оттенку желтого цвета, и по форме цветка, ну и по цвету губы. Слева Мерафлора, и справа вот Solid Gold. И еще одна желтая красавица, которую мне хотелось взять с собой. Не знаю ее названия. Яра Брайт или нет, подскажите, пожалуйста. У нее характерные конопушки. И вот желтая тоже прелестница. Очень много было сегодня желтых, но не все названия я знаю. Вот это точно Мерафлора, она у меня есть. Я также покупала в Глобусе год назад, и коршочек был подписан. Ну, а вот эту, если вы знаете, то подскажите, напишите. Здесь волшебная губа. Такая яркая. Серединочка и с белым кончиком. Ну и вот такой редкий красавчик. Брион, насколько я поняла. Вообще редкость в наших магазинах ближайших. Такое я видела на продаже только в интернете. Был один экземпляр. Кто-то будет счастливчиком. Ну, мне хватит горизонта. Мне кажется, он очень похож. Также у меня есть Лас-Вегас. И мне, в принципе, достаточно. Желтый Лас-Вегас и такой розово-красный горизонт. Так, ну а вот этот один экземпляр был. Немножко потрепанный. Насколько я поняла, это Пандора. У меня она тоже есть. Ну, либо что-то очень похожее на нее. Это палетка Микс, и названий на горшках нет. Посмотрите, что я увидела. Буквально один экземпляр. Это же, по-моему, Надя, если я не ошибаюсь. Посмотрите, какая она эффектная красотка. Я даже не знаю, как передать ее цвет. Сказать просто, что розовая, это ничего не сказать. Здесь и таракот, и розовый. И немножко такого бежевого цвета вот в серединочке разводы. Слушайте, ну волшебная красота. Какой же хороший сегодня завоз. Вообще, у меня глобус стал прям в лидерах в последнее время с этой зимы. В Леруа очень плохой стал завоз. Его вообще, можно сказать, нет. Но в глобус прям опять радует. Вы бы слышали мои госгласы. Увидев эту орхидею, я крикнула, вау, обалдеть. Посмотрите, какая красотка. Вроде бы обычная сиренево-розовая. Но у нее такая губа интересная. Я вообще такую орхидею никогда не видела. Периодически делаю озвучку, потому что очень шумно было в глобусе. Я такую красотку первый раз вижу. Она немножко подвядшая была. Вот видно. Но мне кажется, ее отпоить, и в целом все будет хорошо. Мы красотка кимоно. Но кто ее не любит? Она в любых вариациях хороша. И пилориком, и бабочкой. У меня в коллекции тоже есть кимоно. У нее один цветонос стандартный, а второй пилорик. Очень эффектная красотка. Ну а вот такая красавица для тех, кто любит пятнашки, как их называют еще в народе, да? Густо-густо здесь краб расположен. Очень красивая, посмотрите, губка такая с желтым пятнышком. Она чуть понасыщеннее, чем сейчас на камере, такой бортового цвета. И яркие, сочные пятнышки. Подпишите название, если вы знаете. Какой крупный цветочек. И вот опять же не могу его назвать стандартно. Посмотрите, какой он большой. Так, с чем его сравнить? Ну вот на фоне других видно, какой прям огромный-огромный цветок. Ах, какой же привоз сегодня хороший. И вот этот цвет глубокий меня просто поразил. Я не очень разбираюсь в темных, вот в таких орхидеях. Я знаю их очень много. Джоэрит у меня просто вот на памяти только то, что на слуху. Он или нет, не знаю, подскажите. Очень красивый. Добралась я до этой эффектной красотки на один цветонос. Шикарно. Вот это красотка Нарбоне. Немножко она здесь у меня ярко выглядит, прям красная. Больше похожа на Азиан Коралл. Но на самом деле это Нарбоне, она посветлее. У нее такой слегка терракотовый оттенок. Вот, поэтому это Нарбоне. Очень мне нравится. И я ее, кстати, до паразитки узнаю. Очень характерная такая маленькая розетка. Листья толстые, такие кожистые. Они небольшие. И она их очень, скажем так, скудно наращивает. В моей коллекции с ноября 2020 года это сколько? Ну, больше года. И она только, по-моему, один листик нарастила за все это время. Ну, кстати, хочу сказать, цветунья, она такая щедрая. Она цветет очень часто. Вот. Но корни сбрасывать любит. Ох, меня тоже она сбросила, нарастила. Я не трогала ее. В закрытой системе оставила. Она там нарастила заново. Ну, вот с листиками прям беда. Не хочет она их наращивать. Ну, вот чем она хороша? Она компактная. Она не занимает много места именно вот в плане листьев. Ну, и Орхидея Дендробиум здесь 1900 рублей стоит. Какая красотка. Ну, такие красаточки. Ну, и в Леруа Мерлене рядышком. Скудный выбор. И он просто совсем скудный. Вот такая интересная розово-пудровая орхидейка. На один цветонос. Ну, цены здесь обычно около 500-600 рублей. Ну, вот такая та палеточка здесь. Ну, то есть совершенно ничего вот интересного. Но если только вот пятнашечка, вот эта интересная такая сочная. Пятнашечки здесь часто бывают красивыми. А так? Ничего особого от слова вообще. Все. Равелка здесь, наверное. Или это? Нет, это не Равел. Это Beauty, наверное. Ну, а там я свой обзор заканчиваю. Мне он понравился. Напишите свое мнение. Да, конечно, нет ни пилориков, ни бабочек. Но все равно, такие красотки у нас тоже редкость. Ну, а я ушла с двумя красавицами. Вот этой безымянной не нашла ее название. И с каменной розой. Да, решила все-таки, что каменных роз много не бывает. Теперь у меня их две. Ну, а я не прощаюсь с вами. А всего лишь говорю до свидания. До встречи в следующих видео. Всем счастья, добра и удачи!